300 миллионов долларов будет выделено из американского бюджета на военную помощь Украине. Поправку в бюджет приняли американские конгрессмены. Согласно новому законопроекту, теперь США абсолютно легально сможет поставлять Киеву летальное оружие, радарные системы и противотанковые комплексы. Документ был принят большинством голосов, несмотря на то, что на востоке Украины уже более двух месяцев соблюдается перемирие. Тем временем в Верхней Палате Конгресса обсуждают статью расходов на политическую пропаганду. На слушаниях авторы доклада уверяли в необходимости остановить влияние российского телеканала Russia Today на зрительскую аудиторию в Соединенных Штатах. У нас есть твиттер, но мы используем его для рассылки длинных пресс-релизов, которые, честно говоря, никого не интересуют. Кроме того, мы транслируем в YouTube видео, от которых все засыпают. Тогда как Russia Today — это крупнейшее российское новостное агентство в интернете. Мы должны изменить способ коммуникации в этом пространстве, иначе проиграем битву. Чтобы дать отпор этим силам, нам понадобится время, талант, целеустремленность, рискованные инновации, а также деньги для американских международных средств массовой информации. Это уже не первые нападки на телеканал, вещающий о России на Западе. На прошлой неделе Институт международного лидерства сенатора Джона Маккейна предложил наложить арест на счета и имущество Russia Today. Субтитры создавал DimaTorzok